Главный имам Ташлагского района Ферганской области, Шукрулое Гамбердиев, известный как Шукруло Дамла, привлечен к дисциплинарной ответственности и освобожден от должности из-за резких высказываний против выпускных вечеров и трудовых мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба управления мусульман Узбекистана. Комиссия посчитала, что выступление имам Хатиба, вызвавшее недовольство общественности, не соответствует его статусу. «Просим воздержаться от дискредитации имам Хатиба, поскольку его действием будет дана правовая оценка и будут приняты соответствующие меры», – говорится в сообщении. В одном из скандальных видео, которое на днях распространилось в узбекском сегменте социальных сетей, Гамбердиев критикует трудовых мигрантов, работающих за границей. «Жалуются, что нет работы. Но столько людей не уезжают и находят работу здесь. Нужно работать головой, прилагать усилия, просить у Бога. Следует забыть высокомерие. Здесь не подметают улицы, но в России подметают. Здесь не убирают под коровами, а там убирают под свиньями, нужно учиться. Если не будешь учиться, станешь рабом. Особенно это касается учебы в школе. Если ребята не начнут уделять внимание науке, станут нолями и рабами, будут рабочими». В другом резонансном видеоролике имам критикует девочек, которые танцуют вальс на выпускных вечерах. «Вот смотрите, что происходит на выпускных вечерах. Выпускной вечер, значит, можно делать что угодно. Почему вы позволяете школьникам ездить на отдых? В некоторых местах разрешают танцевать вальс. Куда смотрят учителя? Как вы думаете, что завтра будет с девочкой 11 класса, которая танцует вальс со своим одноклассником на выпускном вечере? Если это увидит в интернете, кто возьмет ее женой? Человек, который мыслит рационально, не женится на ней. Будет ли она сыдливой? Будет ли она верной своему мужу?» Гамбердиев признал свою ошибку и принес извинения. Имам Хатыб заявил, что не допустит подобных высказываний в своей дальнейшей деятельности. В управлении мусульман Узбекистана напомнили, что комиссия по внутреннему контролю имеет полномочия регулировать деятельность мусульманского духовенства, применять меры воздействия к допустившим ошибке, а также защищать и поощрять тех, кто служит честно. А если у тебя есть возможность, можно просто оформить спонсорство. Алиф ТВ. Один на миллион.